Здравствуйте! Продолжим нашу исключительно приятную историю мороженого. В 18 веке божественный лёд начинает завоёвывать Европу. Однако, по преимуществу, это лакомство пока ещё остаётся доступным лишь сильным и богатым мира сего. Стоило оно немало, в том числе из-за высоких цен на сахар. Но кусалось в ту пору мороженое не только ценой. Странной и опасной казалась и его ледяная природа. Поэтому многие просто боялись есть лёд. Вот что, например, вспоминает Гёте. «Моя мать очень огорчила нас сестрой, выбросив мороженое, которое нам прислали французы со своего стола. Ей казалось невозможным, чтобы детский желудок мог переварить лёд, хотя бы и насквозь просахаренный». Этот эпизод из детства немецкого гения относится к 1759 году. Конечно, дороговизна ингредиентов и ледяная консистенция – всё это служило весьма серьёзными препятствиями на пути вхождения мороженого в повседневную жизнь человечества. Но существовала и важная проблема технического свойства, без решения которой мороженое не станет собственным мороженым. Это проблема заморозки. В середине XVI века в Испании уже подметили, что добавление к колотому льду соли снижает температуру замерзания. В 1560 году некий испанский доктор Блазиус полил селитрой лёд и снег, в котором хранилось мороженое лакомство. Так появилась первая морозильная камера. В XVIII столетии немало экспериментировали с замораживанием, но по-настоящему дело продвинулось только в XIX веке. Впрочем, главный поставщик льда по-прежнему оставался природный – зима. Но зимы в Европе часто выдавались мягкие. Соответственно, отсутствие природного снега и льда не давало развернуться мороженому делу. Например, в одном из писем 1794 года Бетховен сетовал, что зима выдалась тёплая, льда в достатке не будет, а следовательно и мороженого. Зависимость от природы в производстве мороженого была сломлена в 1862 году. В этот знаменательный год французский инженер Фердинанд Каре представил на международной выставке в Париже компрессионную холодильную машину с использованием аммиака. Эта машина для производства льда вызвала подлинный фурор. В 1879 году его немецкий коллега Карл фон Линде основал в Гисбадене собственную компанию по производству холодильных машин и начал производство холодильников, имевших огромный успех. Теперь уже перед производителями мороженого открылись новые горизонты. И массовому производству ледяного лакомства был дан зелёный свет. В 19 веке происходит окончательная демократизация мороженого. С аристократических высот божественный лёд постепенно спускается к рядовому потребителю. В 1851 году итальянец Карло Гатти, обосновавшийся в Лондоне, начал своё конитерское дело с продажи мороженого по одному пенни за порцию. Свой бизнес Гатти поставил на прочную основу. Для производства мороженого он построил огромные ледники, способные вместить многие тонны льда. А это сырьё для изготовления прохладительных смесей доставляли на кораблях из Норвегии. Вскоре мороженое Гатти стало популярной торговой маркой. Итак, в середине 19 века мороженое пошло в массы. Но вот в чём оно появилось на людях? Иными словами, в какой упаковке? В 18-м столетии мороженое подавалось в металлических или стеклянных бокалах. Затем французские мануфактуры в Севре и английский завод Ваджвода стали наряду с прочей продукцией выпускать фарфоровые вазы для льда и чаши для мороженого. Уже знакомый нам Карло Гатти продавал свои порции божественного льда в морских раковинах. А в 60-е годы 19 века в США наладили производство специальной посуды. Знаменитый американский ювелиру художник по стеклу Льюис Комфорт Тиффани разработал специальные ложечки для мороженого и пилки для брикетов. В 19 веке в Англии, США и Голландии мороженое продавали на улицах в стеклянных стаканчиках, так называемых пенниликс. Это название можно перевести как «грошовый лизок», ну в смысле одно лизание за грош. После съедения мороженого эти стаканчики нужно было вернуть продавцу. Тот в лучшем случае стакан ополаскивал и вновь заполнял мороженое. В 1899 году пенниликс были запрещены в Лондоне по гигиеническим соображениям. Теперь мороженое уже стали подавать в вафельных стаканчиках или просто бутербродами. Лакомый кусочек был зажат между двумя вафлями. А в некоторых европейских странах уже с конца 19 столетия стали пользоваться стаканчиками бумажными. Подлинная революция в истории мороженого и его упаковки произошла 4 сентября 1904 года в Сент-Люисе на международной ярмарке. В этот жаркий день Эрнест Хамви, продавец вафелей, сириец по происхождению, торговал рядом с сладком мороженщика. Неожиданно у мороженщика закончились стаканчики. И тогда Хамви осенил. Почему бы не сворачивать вафли в конус и не наполнять их мороженым? Так он и сделал. Выставка была международная, и идея рожка для мороженого сразу же полюбилась людям из самых разных стран. И прошло и нескольких лет, как Эрнест Хамви создал собственную компанию по производству вафельных рожков. 19-е столетие можно смело назвать «золотым веком мороженого». Этот волшебный продукт становился более доступным, а его изготовители придумывали все новые и новые сорта. Прежде всего появляется пломбир. Мороженое с таким названием известно еще с конца 18 века. Его подавал своим клиентам парижский кондитер Тортоний. Мороженое пломбир упоминает в качестве десерта и бальзак. В своем знаменитом романе «Блеск и нищета куртизанок», написанном в 1847 году, легенда упрямо связывает имя этого мороженого с французским курортом Пламбьер-Лебан. Якобы именно в этом уютном местечке пломбир был поднесен в 1858 году императору Наполеону Третьему на его тайной встрече с премьер-министром Сардинского королевства графом Декавуром. В последние четверти XIX века расцвело кулинарно-мороженное эстетство. Ледяное лакомство делали фигурным в виде цветов, фруктов, овощей, сердец, ангелов, а также пушек, паровозок, солдат, маяков, мельниц, пирамид и так далее. Очень популярна была мороженая версия ледяной бомбы разных форм. Этим бомбам давали имена известных людей или персонажей. Граф Монте-Кристо, Отелло, Сара Бернар, Кайзер Вильгельм I, Наполеон, Бисмарк, Мадам де Помпандур и так далее. В 1893 году Агюст Эскофье, шеф-повар ресторана-гостиницы «Совой» в Лондоне, создал свой знаменитый мороженый шедевр «Персик Мельба». Это творение было посвящено оперной диве Нелли Мельба. Сам десерт был приготовлен из очищенных от кожуры половинок персика, малинового соуса, ванильного мороженого и очень тонких сухариков. Это лакомство стало особенно популярно в США. Причем настолько, что 13 января американцы отмечают ежегодно как национальный день персика Мельба. 20 век внес свою весомую лепту в развитие мороженого. В 1919 году кондитер Кристиан Нельсон из Айовы изобрел мороженое в шоколаде. Как-то в его магазинчик зашел мальчик, никак не мог решить, на что потратить деньги – на мороженое или на шоколадку. Так Нельсону пришла в голову идея соединить два этих лакомства в одно. И после нескольких месяцев экспериментов он представил на рынок новый товар. В 1921 году Нельсон запатентовал эскимо пай – эскимосский пирожок. Сливочное мороженое на палочке, покрытое шоколадной глазурью. Но предложил идею пирожка кондитер Рассел Стоувер. Правда, существуют и другие версии происхождения мороженого эскимо. Но их обсуждение мы оставим профессиональным мороженоведом. Итак, 20-й век окончательно превратил мороженое из изысканного и дорогого лакомства в продукт повседневного спроса. Но от этого магия божественного льда никуда не исчезла. Просто она стала доступнее. Ну а в следующий раз поговорим о мороженой истории нашего Отечества. Это была программа «Обыкновенная история». Обыкновенность повседневна. До скорой встречи. Субтитры создавал DimaTorzok